ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ОНФ предложил сделать технический осмотр необязательным для легковых машин, которые используются в личных целях. Вместо этого автовладельцам придется больше тратить на ОСАГО. Но если не хочешь переплачивать, просто пройди ТО. Кроме того, по мнению активистов, автоинспекторам надо дать возможность оперативно контролировать техническое состояние транспортных средств и запрещать их эксплуатацию при выявлении серьезных проблем. ТРАССА 101 Когда читаешь прогнозы о том, насколько будут дорожать новые автомобили, создается ощущение, что это не что иное, как маркетинговый ход, чтобы люди скорее бежали и покупали свежие колеса. Но прогнозы пошли прямо ужасающие. Как сообщает «Коммерсант», в ближайшее время новые машины в России будут дорожать чуть ли не на 3% ежемесячно. К концу года рост может достигнуть 20%. Причина — непрекращающееся колебание курса рубля плюс повышение ставок утильсбора. С 1 апреля, в частности, цены на автомобили заметно поднимут «Фольксваген» и «Рено». ТРАССА 101 ГИБДД напомнило о важности периодического отдыха при дальних поездках. По данным ведомства, состояние утомления при постоянной средней скорости около 90 км в час наступает после 3,5-4 часов. То есть спустя это время водитель начинает не вполне адекватно оценивать дорожную обстановку. Его реакция замедляется. Если шофер почувствовал слабость, головокружение, то следует незамедлительно остановиться и передохнуть. Никакие стимуляторы не заменяют полноценный сон. ТРАССА 101 Киа запустила продажи восьмиместного кроссвена «Карнивал» нового поколения. Автомобиль стоит минимум 2 миллиона 600 тысяч рублей. Комплектуется он 199-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра, либо 249-сильной бензиновой шестеркой объемом 3,5 литра. Оба агрегата работают совместно с восьмиступенчатым автоматом. В стандартное оснащение входят в том числе круиз-контроль, камера заднего вида, семь подушек безопасности, светодиодные фары и кондиционер. ТРАССА 101 Volkswagen готов сменить название на «Вольтсваген». Речь идет об американском подразделении компании. Некоторые СМИ заявили, что это скорее похоже на первоапрельскую шутку, другие же считают, что никакой шутки нет. Так или иначе, немцы в ближайшие пять лет собираются вложить в разработку электромобилей 35 миллиардов евро. Через 10 лет они хотят существенно расширить линейку гибридных авто, а к 2050 году полностью отказаться от машин с двигателем внутреннего сгорания. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101